Здорово! Четвертый раз уже пытаюсь вам сказать здорово, но у меня усы шевелятся и нос вот так вот щекочат. Но все-таки здорово вам всем! Карантин! Мы все еще на карантине, и чем дальше в лес, тем больше дров или партизанов, как там говорят. Но во время карантина у нас у всех возникает, я уверен, у меня, если такое возникает, а у меня вроде как есть вы, у меня есть чем заняться, да, допустим, когда время такое появляется. Даже вон сейчас я включил уже PS4, так плотно туда что-то подсажусь. Но все равно, у нас у всех возникает вот этот челлендж, который, ну, время, которое у нас есть, нужно как-то его занять. И вот что я решил, да, ну, просто со своей такой колокольней я решил сделать вам обзор на гитару, на которую я вам ни разу не делал обзор. Я вам все время так вот как-то боком, возле и около где-то говорил, да вот есть у меня тут одна гитара, там называется она там Бразилия, или там как я ее, Сопултура называл, Территория потом называл, говорил Майк Лерн ее рисовал там, вот. И все я не хотел с вами поделиться. Даже история гитар Фреймас, которая все-таки будет, ну, она у меня была готова, я уже сел, даже камеру включал, не буду. Ну, историю гитар Фреймас мы с вами посмотрим. Там очень запутанная, интересная, длинная история. Это, ну, если не брать, если не брать во внимание там Фендера и Гибсона, это, наверное, одна из самых начинающих, вот именно когда электрогитары начинались как электрогитары, это одна из самых первых таких фирм, ну, она послевоенная, сразу практически послевоенная, немецкая. Интересно, короче, все это дело, и многие из вас знают Фреймасы, потому что Фреймасы, они как-то так оп, и на советский рынок так попадали, всплывали там вместе с музимами, там и со всем вот этим делом, ну, то есть, ну, Фреймасами. Так вот, Фреймас, Фреймас гитара, как я вам говорил историю, этой гитары, она мне попалась на дурняк, и что меня сбило с толку, когда я эту гитару брал, а брал я ее примерно где-то две с половиной тысячи долларов. Это Фреймас Диабло Прогрессив Экс, то есть, есть Фреймас Диабло, есть Фреймас Диабло Прогрессив, есть Фреймас Диабло Прогрессив Экс. То есть, это Супер Шреддер, этот Экс добавлял вот этой гитаре такой Супер Шреддеровский статус, но она была невзрачная, абсолютно как бы невзрачная, и я вот начал задуматься, что там был за подвох, да? Голова. Как я говорил в одном из моих видео, которое называется «10 самых некрасивых голов», это голова, которая офигительно подходит к Ворвикам. Ворвик это когда-то была дочерняя, сейчас наоборот, чуть ли не как основная, а Фреймас уже больше как дочерняя компания. Ну, там это все менялось, это в истории мы с вами поговорим, но на басах, на Ворвиках эта голова отлично смотрится, на гитаре как-то она мне вот, ну, что-то, что-то вот, ну, такое вот, безликое, как бы такое серенькое, знаете, как девушка без макияжа там, и как-то тут что-то мне такое от нее не взывалось. Гитара должна взывать, должна командовать вам, что возьми меня прямо сейчас, что ты, вот, у тебя время появилось, 10 минут, а ты сидишь, сидишь там, что-то в пальцах поковыряешься, возьми меня, сыграй на мне, да, эта гитара как-то так. Но, потом я так вот, и форма, сама форма, да, то есть такой стратоподобный, но немножко, немножко видоизмененный, а все, что видоизменяет немножко страт, к нему уже какие-то претензии, да, там, подожди, а хорошо ли они его видоизменили, там, и так далее. Это, это всегда возникает такое желание покритиковать смену, смену классического дизайна. Ну, если хотите ощутить такое, такой наплыв критики, посмотрите на хедстаки Сувра, там, Тома Эндерсона и так далее, Шектера американского, то есть, ну да, ну, есть, да, что-то свое, но, блин, как же ж вы изуродовали фендеровский хедстак, и так, ну, и вообще вот это к этой гитаре, да. Но, что меня сбило, я возвращаюсь, я зашел на гитар-центр бэушный, там она 2700-2800, эта гитара лежит, Progressive X, Diablo Progressive X. Думаю, ну, нормально, потом я что-то ищу, Diablo Progressive X, и лежит за 2300 гитара Стива Стивенса. Стив Стивенс где-то там у себя продавал на этом самом, на сайте. Вот тогда я думаю, так, подожди, это если Стив Стивенс продает ее за 2300, значит, она там, там Стив Стивенс свое имя немножко, конечно, на нее добавил, там, и так далее, но все-таки. И мне предлагал он ее и еще что-то. Ну, думаю, ладно, хрен с ним. А у меня как раз тогда еще идея зарождалась, вот, сделать гитару покрасить, ну, всех у нас. Я уверен, что у вас у всех, всех, кто еще этого не сделал, есть такая призрачная идея где-то, вот, у меня есть гитара, но вот если бы ее так покрасить, так мне хочется. Сделать на ней рисунок такой вот, особенно если Майк Лерн, Майк Лерн известный чувак, да, там, Джексон, Кастом Шап и так далее. И вот я думал, Майк Лерн. И, короче, эту гитару взял, я ее, понятно, попытался сначала продать, продать по цене, по которой я думал, что она заслуживает этой цены, то есть, это 2000 пытался продавать, никто ее не брал, потому что они здесь неизвестные, Фреймус не такие известные гитары, особенно тогда были, это 2016 год, 17-й, когда она у меня была, они такие известные были в Америке. Сейчас они начали появляться, вот сейчас нам хорошо так повлиял, то есть, у них, у них начал развиваться модельный, модельный ряд, то есть, Кастом Шап и у них начали хорошо, такие красивые, прям, прям, глаз радует, да. А это была блеклая, тут же я вам говорю, еще какая была дека, чистый махагон, даже не покрашенный, не лакированный, такой он маслом покрытый и так далее. И чисто такая кленовая, абсолютно, абсолютно черенок из лопаты, в хорошем смысле слова я имею в виду, вы знаете, у меня есть такие вот, как бы так сказать, сравнения. То есть, черенок от лопаты, у нас еще есть старые перила из хрущевки, да, то есть, если, если Кастом Шап, винтажность гитары сделана так, что вы на дерево смотрите и вы видите перила в хрущевке, которая была построена в 50-х годах, вы думаете, вот, значит, это хорошо, хорошо винтажнутая гитара, да. И тут, кстати, тоже на грифе, вот, черенок от лопаты, ну, то есть, такой, хорошо, хорошо, давайте ее сюда я поставлю, кстати, куда-нибудь, ну, сюда пусть, пусть стоит, глаз радует. То есть, хорошо отполированный черенок от лопаты, которой, ну, несколько сезонов, вы все знаете, наверное, может, видели когда-то у бабушки, у дедушки, там, когда картошку копали, вот такой черенок лопаты, потом, все поры уже за это самое, отшлифованный руками, то есть, не мелкая шкурка, вот именно такой вот он, и на ней есть, это меня очень, кстати, к этой гитаре привлекло. Я вам честно скажу, это единственное, не единственное, это одна из очень немногих гитар, которые, которые, когда я брал в руки, они меняли полностью свое, мое представление о себе, то есть, вид абсолютно как-то так, ну, брал играбельностью этой гитары, была волшебная, очень-очень хорошие, удобные, удобные лады, джамбо, супер джамбо, но они настолько не чувствуются, вы абсолютно их не почувствуете, это к вопросу о дереве, то есть, Фреймос, хорошая европейская фирма, которая следит за имиджем и так далее, эта гитара, они продавались новые, по 3 тысячи долларов, наверное, продавались, я видел их сейчас, в России, кстати, долго уже кто-то продавал одну такую же самую, за 1500 долларов, 1700, но, вот сколько она поменяла климатических поясов, она же там где-то из Европы приехала в Америку, в Колорадо у меня была долгое время, в Калифорнию приехала, лады абсолютно не сдвинулись ни с места, то есть, не вылезли никак, дерево уже просто было на этой гитаре настолько высушенное, что не влияет даже погодные условия, это я говорю о вот этой вот отличной накладке палисандровой, ну что я хотел еще вот, ну, понятно, здесь система, я ее не знал, как снять с нее гриф, то есть, тут два болта откручиваешь здесь, снимаешь эту пластину, и там еще один болт, я уже забыл какой, но там еще надо откручивать какой-то болт, то есть, эта система называется не болт-он, а болт-тру, по-моему, ну, то есть, она как бы вкручена, еще там идет какой-то вкрученный болт, короче, интересная система, я помню, я парился, когда, ну, я Майку, когда Майк Лерон ее рисовал мне, я говорю, Майк, я не знаю, что за система, это такие видео когда-нибудь, она говорит, нет, не видео, я говорю, ну, ладно, и я, короче, долго-долго над ней думал, но все-таки я открутил гриф, на этой гитаре стояли все шреддеровские, все шреддеровские причандалии на момент, на тот, когда я отсылал Майку, то есть, здесь был пуш-пол звукосниматели, можно было синглы, синглы от этого самого отсекать, но, но, когда Майк ее разобрал, он ее не смог собрать, система, здесь, кстати, очень удобная крышечка для, просто берется пластмассовая, открывается, здесь была система очень трудная для Майка, вот именно вот такой вот немецкая, немецкая, можно сказать, подход вот ко всему, и он тогда не знал, как это, и когда он мне прислал ее, ну, разобранную по частям, после того, как покрасил, я ее многим мастерам носил, никто не мог ее вернуть в прежнее состояние, и как-то уже, как только над ней, три разных мастера, короче, я потом сказал, бери, делай ее просто как, как лэспоп, переключалку на три позиции ставь, и делай ее хамбакер посередине, и хамбакер, и что я уже тогда намеревался с этой гитарой, это сделать, это понизить ее в строю, до-де, как я называю, set, but true, тон, почему я это сделал, когда эта гитара пришла, у меня было несколько гитар, да, и я вот как раз думал, сейчас я вот гитару какую-нибудь как раз под set, but true тогда, и в строе поставлю, и думаю, я вот эту гитару, почему, потому что подсознательно, тогда я только начинал разбираться в сортах дерева, это сейчас вот такая серьезная, да, тема, все вы любите сортах дерева, влияют на звук и так далее, разбирался, и я тогда уже где-то читал, где-то слышал, ну, где-то, короче, у меня начало подсознательно вот это вот вырабатываться, что клен подходит больше к пониженным строям, да, то есть клен с махагоном, вот махагоновая дека и кленовый гриф, вот это я, ну, это еще с Лес Полов, понятно, пошло там, которые были, как Лес Пол Каст, там, конца 70-х, начало 80-х, там, когда я думаю, попробую я на ней, короче, и опустил я на этой струне тон, и зазвучало прям вот, ну, прям так, такой вот серо-буро-коричневый такой вот, как его назвать, он, то есть неяркий, понятно, как он должен быть, на некоторых других гитарах, на некоторых других гитарах, которые я опускаю в строй, до Д, он такой, ну, не подходит, вот гитара сделана под стандартный строй, и все, мне так кажется, на ней играешь обычные стандартные песни, там, я не знаю, и прям, прям душа поет, на этой гитаре оно тоже так интересно было, все, ну, тут в этом, и плюс, насколько играбельность у нее просто вот повысилась, то есть гитара, понятно, она очень играбельная, опять же, я же говорю, это черенок от лопаты, подполированный руками, гриф, и вообще вся она, вот настолько она вот играбельная, какое-то вот все здесь компактное, все, она удобная, как бы, как бы не смотрелся эта дека, она очень удобная, где бы ты ее не поставил, она стоит, она висит, она очень, 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 очень хорошая во всех смыслах гитара, почему я это слал Майку Лерну, потому что продать я ее не мог за столько, за сколько я хотел, а за дешевле, то есть просто так ее отдавать, я был уверен, что эта гитара это мне заслуживает. Есть такие вот гитары, которые я, можно было бы продать подешевле, тем более, что, может, я ее подешевле где-то и достал, почему она мне досталась по такой цене, потому что по большей цене никто ее не мог продать, они ее опустили до цены, которая мне понравилась, я ее взял по этой цене, но по этой же цене я не мог ее продать, Потому что я чувствую, что гитара стоит дороже Мне просто по сравнению со всеми другими гитарами, которые у меня есть А мне, нет, вот эта гитара стоит 2000 И хоть ты лопни С Динами это очень-очень часто происходит у меня То есть Дины, они очень трудно продаются по той цене, которую они заслуживают Люди их продают подешево, я их возьму И потом у меня сейчас вот 5 Динов висит, потому что я их не хочу продавать Потому что это гитары просто вот Они в ценовой своей категории одни из самых лучших гитар Особенно вот для металла Эта гитара была примерно-примерно такой же Ну и понятно, мне не хотелось делать своей гитарой одну и на всю же Это была первая моя гитара, которую я выбрал чисто вот себе навсегда Понятно, ее покрасил так, как я хотел Все, кто не знает, здесь майский жрец и египетский фараон, все там скелеты Но я думал больше, как они будут стоять там, знаешь, ну как перед боем Там, как боксеры, там как Идея, какая у меня была Mortal Kombat Вот Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Мы его называли ультиматум, да Ну хотя это Ultimate Mortal Kombat Это вот когда они, такой еще музон Mortal Kombat Такой, да там, и они такие И там внизу Шао Кан Синдал И вот так вот сюда Хотел я это все, вот эту картинку Но я объяснил майку не так И получилось, что Получилось, что вот то, что получилось Я немножко разочарован Ну да, понятно, что не так, как хотелось мне Но это было больше как Потом я привык, конечно, даже мне круче Вот как-то кажется, с такими вот Оно появилось вот Египетско-бразильский такой Как раз настрой Д, почему я территорию назвал Потому что Если смотрите клип Территорий там Там же в Палестине проходит дела И вообще вся песня больше как Палестина-израильский конфликт там и так далее И вот бразильская группа Да, то есть Ну так и вот И на ней вот когда я играю Когда я играю в Саппултуру там и так далее Она просто вот прям ложится Вот немногие гитары Вот, ну, когда играю я поверх Поверх кавер Но песни просто не кавер А плейстру Да, вот я сыграю территорию И она ложится Ложится прям вот Вот как вроде бы даже мой усилитель не играет То есть это немного так вот умеет Вот прям подходить И она под Сетбатру Сетбатру на ней вообще просто Даже вот не подключено Чувствуется вот клен Это магическая вообще формула Чистый махагон и клен Понятно, здесь махагон поменялся Немножко во звуке Потому что его покрасил полностью Краской заполировал До этого она была дышащая Дышащее дерево и так далее Кстати Я говорил, что еще по этому поводу Насчет дерева Насколько оно сохнет Играет и так далее Я был уже в Калифорнии Когда я снял гриф Отправил Майкл Деку Майк Колорадо Пока он ее покрасил Прислав назад Все, Дека села Нет Дека осталась такой же Как она была Потому что он ее Замуровал, так сказать В лак и в краску Я потом гриф туда не мог встать Потому что гриф чуть-чуть Все еще продолжался Да там Ну там буквально микроны Короче, оно там реагирует И все, я его не мог засунуть Пока Еле засунул Тут даже кусочки краски Откололись Пока я ее туда На место на это засунул Даже пытался Чуть-чуть шлифануть Изнутри Но оно такое Вот Эта гитара Это такое Видео Когда я обзор на эту гитару Полный Все никак не доходили Руки делать И сейчас я вам такое не сделал Здесь Сеймур Данкан И оригинальный Флойд Рост Ну то есть Все здесь очень-очень Качественное Высшего уровня Все комплектующие Ладно, все Давайте послушаем И потом Я скажу свои слова О заключении Этого видео Субтитры сделал DimaTorzok 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 А именно он разница из-за чего Да, я вам дам решить Особенно вот вам Всем людям Которые говорят Дерево не влияет на электрогитару Да что ты вообще такое несешь Все гитары возьму И вы послушаете Вот разницу Да Где С кленовым грифом Где С кленовой накладкой Где гитара У которой дека типа патифона И так далее И просто вот Как вы подумаете Влияет это на звук Насколько это влияет Да Смотря сколько дисторшина мы наберем И так далее Как мы подключим к усилию Но это тема другого видео Вам всем огромное спасибо За то что смотрите За то что уделяете во время своего карантина Какое внимание моему каналу Всегда вам за это благодарен Огромное спасибо что участвуете в жизни канала Поставив лайк, комментарий Даже репостнув может быть какое-то свое видео Приветствую всех новопришедших на канал После моего видео топ 10 гитар Которые не должны быть первыми Вот сейчас подождем еще пару дней сделаем Топ 10 гитар которые должны быть первыми Все таки уговорили у меня такое видео Я уже начал прорабатывать Там интересно есть даже такие моменты Которые можно уточнить Ну огромное спасибо патронам Огромное спасибо всем Кто на стримах участвует Смотрит постоянно стримы До следующего видео На канале гитарной истории Только интересные гитары И это верите или нет Одна из самых интересных у меня гитар По крайней мере для меня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин